Наркотики это не хорошо и не плохо, это просто инструмент для познания себя, этого мира и то, как им пользоваться, выбор каждого. Вот, например, если взять нож, ножом можно убить человека, а можно сделать операцию и спасти его. То же самое и с наркотиками. Субтитры создавал DimaTorzok Целесообразно может начать с моей истории, но если в дальнейшем будет как-то она затронута, то скажу так, что реабилитация связана с тем, что я начал противопоставлять себя общепринятым рамкам, законом, выходил за рамки поведения и вообще общепризнанных норм, в чем вступил в конфронтацию со своими родственниками, воздействовал определенным образом на них и они приняли решение поместить меня в реабилитацию сначала в первую, потом во вторую и поэтому уже в принципе и в третью. Семья, скажем так, интеллигентов, а у меня отец инженер, мать у меня педагог и есть у меня сестра еще старшая. Я с детства занимался спортом, у меня мать тренер по легкой атлетике, я с детства занимался спортом с 5 лет, постоянно проводил время на тренировках по легкой атлетике и уже в тот момент я как-то начал проявлять свое девиантное поведение, то есть меня постоянно что-то не устраивало, я пытался как-то там свою волю проявить, вот, ну я там мог сорвать тренировки, мог там какие-то свои там рекомендации давать, несмотря на то, что мне там было там может 7 лет, вот, то есть как-то пытался вставить палки в колеса общего процесса, потому что видел там его по-другому. Я пошел заниматься в секцию морского многоборья, вот, я занимался плаванием где-то с 10 лет, заниматься в секцию морского многоборья и мне было интересно вообще очень жить, я жил спортом где-то с 2002 года, с 12 лет по 2008 год, вот. Я выполнил мастера спорта по морскому многоборью, был там в составе сборной России, мы там выиграли чемпионат Европы и в тот период я тогда начал уже, ну где-то в 2006 году я попробовал первый раз там растительное вещество, вот, это тетрагидроканабинол, ну там или, грубо говоря, там конопля, как это. Все называют. И когда я попробовал, я в принципе так особо ничего не понял, вот, и ну мне было без разницы. Я покурил и мне вообще без разницы там есть она, нет, то есть я никогда там, ну... В 2006 году раз там может в месяц, даже, даже реже. Сейчас ты считаешь, что трава наркотиков или нет? Сейчас нет, не считаю. В 2007 году я пошел учиться в Ярославскую государственную медицинскую академию. Потом я в 2008 году попробовал амфетамин, вот, это как бы психостимулятор. Там человек с моего курса подошел ко мне и предложил попробовать. Я там попробовал интраназально и не скажу там, что у меня там какой-то был эффект такой колоссальный. Просто я там знал, там вот это вот название, там спиды все называли. И как-то сам себе намнил, что я такой весь ускоренный, как бы, вот. И потом провел этот день, то есть без особо каких-то таких ярких эмоций и просто там лег спать. Вот, это был 2008 год. Вот, курил я несколько раз в неделю и так периодически употреблял, как бы, амфетамин. Ну, в тот период жизни, скажем так, я находился там в поиске себя. Да, я там был студентом медицинской академии. Но употреблять вещества мне было интересно, потому что они там давали определенное состояние сознания, определенные там возможности, там походы на страх, там пропадал страх. И мне было интересно таким образом развиваться, вот. Потом, в общем, это все продолжалось у меня до окончания там медицинской академии. В 2013 году я ее закончил. Когда я употреблял там афетамин, я чувствовал там на себе, во-первых, ясность мышления, ускорение мыслительных процессов, следовательно, ускорение действий и вообще ясность сознания и некое там доминирование над другими. Потому что я больше вижу, быстрее двигаюсь и больше могу. Поначалу, как бы, употребление сводилось тому, что я просто там употреблял, да, там шел на какую-нибудь дискотеку или мог не идти. И потом, когда там наступал период плато и все как бы отпускало, скажем так, я там впадал в определенные там негативные чувства, там в депрессию. Потом у меня этого не стало, вот, и я, в принципе, употреблял, ну там были периоды, что я употреблял на ежедневной основе. Опять повторюсь же, я никогда не гонялся там за дозами, за какими-то, никогда не употреблял внутривенно. Много раз были такие ситуации, что у меня было вещество и я просто его откладывал, как бы ложился спать, отдыхать. Много раз я его там оставлял, даже не вспоминал про него. Если рассматривать мою жизнь как биопсихо, социо и духовную сферу, безусловно, употребление амфетамина рушило мою социальную сферу, то есть я там ограничивал себя сообщением с неупотребляющими людьми, потому что мне было с ними неинтересно. Так как их подавляющее большинство, как бы я сформировал определенный круг людей, с кем я там употреблял. И также это как бы влияло там на мою профессию, скажем так. Для меня вообще наркотики, ну если взять слово наркотики, наркоз это сон. И я всегда считал, что наркотики это опиоидная группа веществ. Если взять вообще нашу жизнь в целом, то как бы вот есть огонь, для кого-то это плохо, для кого-то это хорошо. Кто-то на огне готовит еду, кто-то на... ну от огня горит, там пожары, вот. То же самое, что вода. Мы ее пьем, но мы можем в ней захлебнуться. И наркотики это не плохо и не хорошо, они просто есть. И если взять современный там перечень наркотических веществ, то он постоянно обновляется. Вчерашние лекарства сегодня становятся наркотиками. Изначально там амфетамин был создан для второй мировой войны, чтобы там повышать боеспособность армии. И он безусловно это делал. Затем как бы он начал там использоваться в рекреационных целях. Вот. И самое главное, что я под ними делаю и как я себя веду. Безусловно, если я в угоду наркотиков как-то там совершаю там асоциальные поступки, как-то там ставлю на весы своих близких и вообще в целом хочу как-то изолироваться от людей, набрать побольше наркотиков и сойти с ума, то, конечно, он рушит мою жизнь. Если я использую этот препарат, скажем так, наркотик для какой-то продуктивности и несения в этот мир что-то, какого-то созидания там направлено на помощь людям, то безусловно есть положительный эффект. По поводу контроля, вот употребляя различные вещества, я загоняю себя в определенное состояние, в котором я могу действовать, созидать и нести в этот мир, скажем так, себя. Если я зацикливаюсь на этом состоянии и трезвым я не могу ничего делать, ни на что не способен, а мне и испытываю негативные ощущения от жизни, чувства, и мне нужен вот этот посредник счастья для моей жизни, то, безусловно, я теряю контроль. Если же я могу как трезвым, так и под веществом действовать одинаково, и у меня нет навязчивых идей по поводу употребления, в принципе, мне без разницы, что есть наркотики, что нет наркотиков, то это и есть некий контроль. Безусловно, проблемы в личной жизни, взаимоотношения с близкими людьми, со своей девушкой. Какие проблемы? Ну, осуждение за употребление, как бы. Был такой момент, что я употреблял растительное вещество, траву, каннабис, сативу, и ей, она это осуждала как-то, она не понимала, почему это так происходит, что у меня там вот эти красные глаза. А потом, в один прекрасный момент, она мне сама сказала, то есть я там сидел, мы сидели в машине, там все курили, и она сказала, я тоже хочу попробовать. И я ей сказал, я говорю, прямо здесь, что ли, прямо сейчас? Вот, она говорит, да, и вот она попробовала, и потом она сама стала как бы тоже курить. Да, кстати, была радость и удивление, то, что человек, ну, по сути дела, из-за меня пошел на такой шаг. Нельзя сказать, что это слабость, там пойти на страх и попробовать что-то новое, я не считаю это какой-то слабостью. То же самое, что я смотрю на гору, где катаются на сноуборде, и осуждаю сноубордистов за то, что они так круто ездят, как бы. Ну, естественно, проблема взаимоотношения в моей семье. Вот, как бы еще раз повторюсь, я никогда не совершал никаких там поступков таких нечеловеческих под наркотиками и никогда не ставил наркотики в приоритет. Поэтому у меня сейчас даже какие-то там ситуации очень тяжело вспомнить, реально я даже не помню их. По крайней мере, я четко аргументировал свою позицию, это уже выбор их был общаться или не общаться со мной. Я в последнее время вообще не скрывал свое употребление, вот, а то, что люди осуждали меня там за мое употребление, как бы, это, ну, их, их дело. Вот, я всегда открыт для каждого и там, и для этого мира. Я с детства воспитывался спортом, с 12 лет я занимался спортом, и когда меня воспитал спорт, вот, потом я пошел учиться там, ну, на врача, вот, я выучился, и в 2014 году я закончил, в 2014 году я там получил сертификат хирурга, вот, и всегда жил самостоятельной жизнью, вот. И никогда какие-то там острые моменты, моменты своих душевных переживаний, никогда я своей матери их не проговаривал, вот, и никогда там, ну, по факту не считал, что это такой человек, которому я могу что-либо проговорить. По крайней мере, вот сейчас я не могу этого вспомнить, вот. Вот, и потом у меня там появилось, я работал хирургом два года, у меня появилась там подруга, и мы с ней жили, вот, и моя мать всячески пыталась как-то на меня воздействовать, там, навязать свою какую-то точку зрения, вот. Но я сторонник того, что человек должен сам жить своей жизнью, вот, чтобы никто за него не принимал решения. Лучше принять решение и сделать выбор самому, и это будет неправильно, это будет опыт, нежели за меня всю жизнь что-то будут решать, вот, тогда я вообще просто деградирую, скажем так. Безусловно, я сейчас общаюсь, потому что я как-то вынужден это делать, потому что она является моим заказчиком, вот, но... Что это значит? Ну, то есть она платит за меня деньги, что я здесь находился, вот, но каких-то мыслей там о ней, и что мне там хочется что-то ей сказать, чем-то поделиться, у меня вообще нет, вот. И сейчас я больше как-то начинаю задумываться о построении взаимоотношений с отцом, скажем так, потому что там моя мать, как тут вообще принято там модно говорить, там, испытывает определенную созависимость, она хочет меня контролировать везде, какие-то мне там советы давать, я как бы уже не маленький мальчик, знаю точно, что мне нужно от жизни, как мне жить, и точно буду жить, как захочу. А вот эта вот больная любовь, отравленная, вот, мне она абсолютно не нужна, вот, и в принципе всю жизнь так и происходило, что она там за меня делала выбор, формировала зону комфорта для меня, которую мне нужно, которой я не должен был пользоваться, вот, но почему-то пользовался. И вот этот вот момент, я сильно там потерял себя, и сейчас мне нужно полностью убрать ответственность за свою жизнь и цикл своего там, своей жизни замыкать самому. Поэтому, в принципе, я как целостная личность не нуждаюсь там, в какой-то там поддержке, заботе и там, тому прочему, со стороны матери. Ну, меня выпишут, и я буду жить свободной, самостоятельной жизнью, и все. Тебе, наверное, для этого что-то нужно, что-то показать, что-то сделать? Я уже все сделал, все показал, я просто жду окончания своего срока, и все. Программу я все прописал уже давно, которая тут дается. Вот, в принципе, там, каких-то объективных мотивов, чтобы меня держать здесь, вообще нет. Вот, но почему-то так происходит. Ты не понимаешь, почему? Есть там определенные сложности, ввиду того, что мой заказчик, то есть моя мать, находится в другой стране, и она хочет так подгадать все, чтобы я там опять, произошло все по ее воле, как ей удобно, чтобы я вышел, и вот мы там с ней встретились. Вот, в общем, ну, у меня вообще мои там желания, мои решения и мою волю вообще никак не берут там в расчет, просто я смиряюсь, и все. Мечты? Ну, конечно, есть. Я хочу построить, завести свою семью, вот, построить отношения с человеком, который мне интересен. И, как бы, такой человек есть, вот. Вот, и вообще моя мечта жить свободной жизнью, там, путешествовать, не быть привязанным, там, к чему, к чему бы то ни было, не жить вот этой вот обычной жизнью, там, работа-дом, работа-дом, там, магазин, и, там, вот эти вот, какая-то бытовуха, как-то, ну, вносить разнообразие в свою жизнь. Вот, и я знаю, что я смогу это сделать, как бы, главное, чтобы интерес к жизни сохранялся. Моё отношение к наркотикам вообще нейтральное. Вот, наркотики это не хорошо и не плохо, они просто есть. Мне нужно восстановить, там, определенные сферы, построить свою жизнь, и наркотики мне помешают, потому что я очень много потерял, и мне наркотики не нужны, вот, чтобы как-то там полноценно жить. Если такой момент будет, что я там окажусь в компании, там, употребляющих, там, там, возможно, я употреблю, я не знаю, я сейчас даже не буду загадывать, просто мне наркотики вообще без разницы, я о них не думаю, не хочу их, и не преследую цель их употреблять. Вот, у меня есть чем заняться в жизни, вот, и, как бы, не исключаю, что там, возможно, они будут, вот, как-то так.